Балтская швейная фабрика спешит на помощь. Одно из немногих работающих предприятий легкой промышленности Юга Украины отозвалось на просьбу Минздрава и ликвидирует дефицит медицинских масок в стране. В день фабрика отшивает до 15 тысяч экземпляров. Одно из старейших и при этом наиболее стабильных предприятий Одесской области оказалось на передовой борьбы с коронавирусом в Украине. Балтская швейка уже отправила в столицу несколько десятков тысяч медицинских масок. Пока на фабрику поставляют материал, продолжается работа по производству защитного инвентаря, резко ставшего дефицитом. Делаем все возможное. В связи с такой положением в стране мы сейчас шьем параллельно с нашей продукцией. Это не наша основная работа маски. У нас есть своя продукция с заграничных поставщиков. Мы шьем фальтоморское сейчас и параллельно маски, медицинские маски. У нас сейчас есть своя работа. Полторы тысячи в день, две тысячи, три, пять. Как от времени, сколько мы их шьем? Стараемся по максимуму шить? Как в госпиталях этих масок немає, так и немає, даже в инфекционных лекарнях, в боксах, так и иначе. Тому у нас вийшли на нас и попросили, вы сможете нам допомогти в цьому вопросу. Я пришел к людям и объяснил ситуацию, что это не бизнес. Мы даже не покрываем электрику, которую мы тратим, я уже говорю, за нитки, за иголки, за так и иначе. Но мы должны тоже подставить плечи. И я знаю, что на вчерашний день мы их отправили больше 20 тысяч. Точно не могу сказать, потому что каждый день потоки идут и работают. Процесс изготовления золотой нынче маски не превышает в среднем двух минут. Трехслойная повязка, проволока, две резинки. Ничего сложного и дефицитного, но время диктуют другие условия. Швея берет две детальки. Возьмите, пожалуйста, две детальки. Большую. Маленькую детальку вставляет вовнутрь. Заворачивая верхний край, подлаживая туда проволочку. И прошивает. Да, и прошивает. После чего по краям уже резинка. Сейчас она будет делать две складки по боковым. Залаживает две складки, потом пришивается резиночка и боковая обтачка. Директор фабрики Михаил Лазаренко подчеркивает, изготовление масок – проект скорее социальный. В Одесской области больше отшивать некогда дешевый товар просто некому. А маски сейчас в панике скупают во всей стране. Помимо того, що ми відшиваємо брендові речі, які ми відшиваємо в Європу, ми прошивали військову форму, ми йдемо по потоках, вона в нас часто проходить. Ми прошиваємо для МЧС, ми прошиваємо спецодяг для бронетанкових войск, там де ремонтуються. Але ми також прошивали і воїнам АТО, добровольцям, добробатам, які стоять теж на передку в районі Мариуполя, більше 50 комплектів ми відшили. К стратегической задаче обеспечення страной медицинских масок на Балтской фабрике планирует подключить ще один цех. Проблема може возникнуть, якщо закончиться спецматериал для производства повязок. Україна, як оказалось, його теж экспортирує з Китаю. Руководители предприятий легкой промышленності в нашій стране в замішательстві, де искать поставщиков в случае сворачивання всіх почтових связей з КНР. Вся надежда на то, що подобне производство заработає в Беларусі. Тільки тоді удастся избежати сбоя процеса і зготовлення масок. Віталій Хемий, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».